Сэкономить время в пути можно благодаря очередной ледовой переправе. Ее открыли сегодня в районе поселка Аракчино. Теперь из верхнего услона в Казань доехать считанные минуты. Валерий Чернышев знает, каким машинам разрешено пересекать Волгу. К полудню съезда к реке в верхнем услоне десятки автомобилей. Водители сегодня на удивление терпеливы. Открытие переправы задержали на час, но в очереди никто не возмущается. Возможности проехать по этой трассе не было последние шесть лет. Дорогу местные жители прокладывали сами. Я также езжу в Казань, у меня уходит 300 рублей. Но я еду вокруг, правильно? Это время, сколько времени надо. А тут я доеду, я за 20 минут в центре. А по объездной это надо через все пробки проехать тоже. Это получается около часа. Года два назад сами пробивали. Официально ездили, люди сами пробивали и ездили. Чтобы не наматывать дополнительные 60 километров, местные готовы платить. Такса 50 рублей, ведь обустройство переправы отдали частникам. Поэтому север и юг республики в этом году связала не одна, как это было прежде, а сразу три сезонные дороги. Будет работать у меня 19 человек на этой переправе. О том, что в этом году эта переправа окупится, я уже даже и не думаю. Ну, с расчетом на то, что на последующие, последующие годы. Капитальные вложения предпринимателей – гарантия того, что переправа здесь появится и следующей зимой. Но бизнес только вкладывает и собирает деньги. Открывать дорогу или нет, решает госинспекция по маломерным судам. Мы сейчас замерим лед, а потом будем вычислять расчет грузоподъемности данного льда. Несмотря на то, что лед буквально испещрен трещинами, движение по нему безопасно. Если весна будет морозной, добраться до противоположного берега можно будет даже в конце марта. Сегодня специалистами ГИМС МЧС России по республике Тарстан проведено освидетельствование данной переправы. Сделаны замеры льда. Толщина чистого льда составляет 25 сантиметров. Общая толщина составляет 45 сантиметров. Ограничение до 3,5 тонн. Работает снежная магистраль с 6 утра до 10 вечера. За безопасностью следят спасатели. На переправе свои правила. Необходимо соблюдать дистанцию, высаживать пассажиров, приоткрывать двери и отстегивать ремни безопасности. Валерий Чернышев, Айдар Кунафин. Весь Татарстан. Верхнеусловский район.